Всем привет, ребята! Всем доброго времени суток! Сейчас на кухне занималась приготовлением блюд. В общем-то, здесь снимала и на Готовим Дом, и на Мастер-Сеудио. Так что вас ждут интересные рецепты. Сделала также праздничные салатики. Уже думала не делать, но как бы это не стол. Стол полноценный, я вам сказала, что я снимать больше не буду. А вот салатики еще сняла рецептики. Не постараюсь их как можно скорее выпустить. Сейчас, собственно, что я буду делать, да? После того, как закончила здесь все, хотела поработать. Но как бы время уже почти 5 часов. И нам сейчас нужно... Женя должен скоро приехать. Не скоро, а уже вот прям. Ехать нужно за лекарством бабушки. То есть как бы бабушке выписали лекарство. И вот ей срочно уже прям нужно его. То есть как бы не терпит, не ждет. Но врач же выписал, значит нужно срочно покупать. А я и так как бы весь день снимала, работала. И в аптеку не сбегала. Поэтому нужно вот сейчас, ребятки, да-да. С пожилыми людьми непросто, но что делать? Ну, как говорится, все мы будем пожилыми, да? Поэтому нужно уважать любой возраст. Кстати, хотела показать вам краешком глаза, что я приготовила. Так, что у нас здесь? Салатик. Ой-ой-ой, холодильник закрывается. И здесь салатик. И вверху салатики. Ну, не буду всех секретов вам раскрывать. Вы и так все скоро увидите. Ну, готовим. Думаю, вот что я снимала. Тоже рецепт выпущу. Это я уже просто бабушке наложила. Она сейчас ест. Здесь, собственно, это мне свекровь дала салатики. Вот такие вот здесь вот разные, да? Записывала, что готовлю. Но я всегда записываю. В общем-то вот так. Ну, вы поняли, да? Ну, вот всякие здесь у меня рецепты мои, столы, которые я готовлю, список продуктов, которые требуются. Ну, вообще, это, конечно, очень необходимо и важно. Потому что, когда описываешь уже за компьютером, да, вот рецепты я описываю, состав, блюд, особенно, когда столы полномасштабные, да, я сижу, описываю там список ингредиентов. То есть, как бы список продуктов, закупка продуктов. На память все очень сложно, да, а вот когда готовишь там или собираешься что-то купить и раз, так записала и на самом деле очень удобно. Я всегда, у меня уже не первый ежедневник заканчивается. Но этот еще не заканчивается. В общем, как-то так. Ну, это так я вам, знаете, о мелочах своей жизни, о мелочах таких повседневных и рутинных говорю. Вы рассказываете, как у вас дела, как у вас с ценами, да, мы сейчас делимся информацией. Кстати, спасибо, девочки, огромное. Вот, видела комментарии, то есть, многие пишут на YouTube, особенно, кстати, я даже удивлена, на YouTube даже больше пишут. Насчет цен, да, вот, вообще, подорожание всего этого есть, нет, то есть, люди прям откликнулись, так пишут. Спасибо вам огромное, действительно. Я думаю, что для каждого эта информация сейчас очень актуальна и важна. Очень много ложной информации, да, сейчас ходят всякие различные, фейковые, которые и распространяют, к тому же, ну, много всего, да, чему не стоит доверять. Лучше проверить 500 раз, чем поверить какой-то информации. Вчера тоже ВКонтакте, например, зашла, я смотрю, у всех там, у многих уже появилась информация о том, что ВКонтакте могут заблокировать. Вот не знаю, честно скажу это, я не знаю про это, правда или нет, но я у себя на страничке на всякий случай информацию повесила, да, выставила. Но как бы я не знаю, правда это или нет. Поэтому говорите вот сто процентов, что эта информация не фейк очередной. Я не могу, не знаю. Вот, а так приходит, конечно, очень много всего. И на почту сейчас странные, я вам скажу, письма приходят такие. Я не буду вдаваться в детали, да, но вот мне, например, как блогеру, ведущему каналы, приходит такое, честно вам скажу, что иногда заставляет задуматься, действительно, вот правда это или нет. Но вы и знаете, я вот так стараюсь. Я в начале, в который письма приходят, да, на которые я считаю нужно обратить внимание, я их читаю, а затем уже начинаю эту информацию искать. То есть в более, да, таких, ну, источниках проверенных, которым я так или иначе доверяю. Поэтому сначала посмотрю там, а потом уже думаю, что это правда или нет, но решаю. То есть, как бы, вот так. Поэтому будьте тоже осторожны, аккуратны сейчас. Действительно могут и социальные сети взломать, и все что угодно, поэтому, ну, аккуратнее нужно. Разумеется, конечно, то, на что первоначально я обращаю внимание, это то, что связано с моей работой. То есть то, что так или иначе касается работы, да, моей удаленной, вот этого, конечно, я, ну, смотрю очень информацию, проверяю, вот. Ну, а так от незнакомых людей я вообще, как бы, стараюсь на почте у себя даже не открывать никакие письма. То есть у меня там вообще, я не знаю, очень большой поток письма, он просто не отвечен. Я думаю, что смысла нет. Конечно, это вся информационная атака, но у нас очень сильно влияет, ребята, я думаю, что вы тоже это понимаете. Поэтому нужно быть бдительными, нужно аккуратнее ко всему относиться, не доверять прям вот так раз, и всему поверил, так нельзя. Решила чаек попить, ребята, осень. Этот чай мне понравился так, я не знаю. Я вам его не рекламирую, просто, знаете, вот свое мнение не удивлюсь. Я вообще зеленый чай как-то не очень люблю, а вот этот мне прям понравился. Диана купила. Я вообще просила, я говорю, ну, купи какой-нибудь чай, у нас чай когда закончился, ну, вот этот купила. Мы уже купили свой привычный, но я даже привычный сейчас свой не пью, а вот этот вот. Привычный сейчас покажу, я думаю, что многие такие пьют, какой мы покупаем. Ребята, вот. Женя просто его обожает. Я его, ну, так, знаете, мне как бы без разницы было покупать. Сейчас мне вот этот понравился. Ну, как-то так. Так что буду чаевничать. Ребята, мои дорогие, вам я желаю оптимизма. Будем надеяться, что в скором времени все наладится, все будет хорошо. Я, честно, сама в это настраиваю себя, в это верить. Очень хочу, чтобы было все хорошо. Поэтому как-то так, политическую точку зрения у себя на канале я не высказываю. Я уже вам говорила, конечно, она у меня есть, но я ее не высказываю по ряду причин. И как бы считаю, что это неправильно, да, озвучивать ее, потому что получится так, что я как бы ее навязываю окружающим. А это ни к чему. У каждого есть свои взгляды, свое мнение. Но мы с вами будем надеяться все-таки на лучшее. Всем пока-пока. Мы с вами скоро увидимся.